Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к шестой главе книги пророка Исаии. В эту главу попал рассказ пророка, его свидетельства, с которого, вероятно, следовало бы начинать книгу, потому что, по мнению библеистов, это, собственно, рассказ о призвании пророка, о том, как Исаия ориентировочно примерно в 740 году до Рождества Христова был призван Богом на пророческое служение. Но из каких-то своих соображений позднейшие редакторы, те, кто составляли из оставшихся от Исаии текстов, собственно, первую половину книги, вот поместили это свидетельство в шестую главу. Теперь сам по себе текст этой главы, пожалуй, может быть назван одним из самых важных, самых существенных вообще текстов в Библии в целом, особенно, конечно, в Ветхом Завете. Трудно найти текст, который можно было бы сопоставить с этим по значению. Речь здесь идет, собственно, о видении, которое пророк Исаия видит в Иерусалимском храме, и это видение Исаии определило очень многое в нашем представлении о Боге, в нашем представлении о нашей вере, о том, как вообще жить, как быть христианином, потому что, собственно, образы, представления о Небесном, представления о Боге, образ Бога Небесного во многом очень определяются именно этим видением Исаии. Итак, Исаия говорит о том, что в некоторый момент, в год смерти царя Озии, он в храме видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Таким образом, пророк в первую очередь, конечно, говорит о Господе, о Боге, как о властителе, как о царе, который значительно превосходит все земное своими масштабами. Вот, говорит Исаия, края рис его наполняли храм. Для пророка важно действительно, чтобы и читатель его тоже, как и он сам увидел, пережил это величие Бога, величие того, кто обладает всей Вселенной. Само по себе это, конечно, чрезвычайно важно. Но дальше Исаия говорит, во-первых, о некоторых огнеподобных существах, серафимах, которые стоят вокруг Бога, и у каждого из них по шесть крыльев. И вот наша иконография почти в обязательном порядке подразумевает изображение этих существ. Но это может быть не так важно, а важно, что эти самые серафимы говорят. И взывают они один к другому и говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Значит, Исаия, собственно, видит то, что происходит на небесах, видит, что составляет содержание царства Бога, что там происходит, при том, что в этом видении никакие люди, ни живые, ни умершие, еще не фигурируют, и до воскресения мертвых еще очень и очень далеко. Здесь Исаия видит только вот Бога и серафимов, что здесь происходит. И вот он говорит о великой хвале, которую приносят Богу Небесному эти невероятные существа. О великой хвале, потому что Господь Саваоф, Господь воинств, «Царь Небесный свят», чистота Бога, только один из менее важных аспектов этого выражения, «свят, свят, свят Господь Саваоф». В первую очередь этим словом кадош, святой, называют отделенного, называют того, кто не подвластен ничему в этом мире, тому, кто по-настоящему абсолютно и предельно свободен. Для несвободного древнего мира, кстати говоря, это значило гораздо, может быть, больше и было гораздо важнее, чем сегодня. И поэтому серафимы, воспевающие Бога, говорят и о его чистоте, и о том, что он сам по себе, он свободен, мотивами его поступков, причинами его решений является его сердце, его собственная любовь, дух Отца Небесного. Вот что тоже чрезвычайно важно. Ну да, конечно же, при этом подразумевается, как нечто само собой разумеющееся, непорочность того, кому воспевают эту хвалу. Но еще раз повторю, это еще далеко не все. Святой значит превосходящий этот мир, тот, кто больше, тот, кто выше этого мира. Когда Псалом говорит, там, превыше небес, Боже, восстань, это тоже такое же вот воспевание святости Божьей. Ну и, пожалуй, нужно сказать, что для, по крайней мере, христиан, до некоторой степени для других монотеистов тоже, но в первую очередь все-таки для христиан, вот эти слова «Свят-свят-свят Господь Саваоф» стали самым центральным моментом нашего богослужения и, соответственно, центральным моментом, вокруг которого формируется вся ткань жизни, потому что, когда мы воспеваем Богу эти же слова, когда мы все вместе произносим их так же, как произносят их серафимы, ну, на своем языке, естественно, мы участвуем в том, что происходит на небе. Скажем, такая богословская, очень важная концепция, которая говорит о том, что в нашем богослужении небо и земля соединяются, и мы, будучи на земле живыми, присутствуем и участвуем в том, что происходит на небесах, основано именно на том факте, что мы воспеваем Бога теми же самыми словами, какими воспевают его серафимы на небесах. Собственно, скорее всего, для того и дается нам это свидетельство Исаии, для того и не было ему приказано как-нибудь там запечатать и скрыть слова пророчества, чтобы мы могли это увидеть, и чтобы мы действительно могли приступить к престолу Божьему вместе с серафимами. Теперь вторая половина или продолжение той же самой фразы «Вся земля полна славы его». Тоже очень важные слова, потому что слава Божья, как такой свет, проникающий повсюду, то, что наполняет ткань жизни, то, что делает жизнь действительно Божьим присутствием, вот эта слава – это и проявление силы Божьей, и проявление власти Божьей, и, если хотите, может быть, и всевидение. Слава Божья, наполняющая землю – это выражение, которое говорит о том, что все на земле, вся земля, весь мир проникнуты вот этим Божьим вниманием. Мы, не впадая в те или иные богословские, скажем так, экстравагантности, не станем, не можем говорить о том, что Бог там каким-то образом присутствует. Это было бы крайне некорректно. Бог, без сомнения, превыше небес. Но все-таки вот слава Божья, которая наполняет землю, это для библейского богословия, для того, как думают люди в ту эпоху, это вот такой способ сказать о том, что по всей земле, если не присутствует сам Бог, это еще раз повторю, невозможно, да, и пантеизм не пройдет. Но ничто не укрывается от Божьего внимания, от его сердца, от его любви, от его, как сказать, руки, держащей все силой своей. Вот это вот выражение, вся земля полна славы, ой, из пол неба и земля славы твоей, я, как мы поем во время литургии, это вещь очень-очень важная. И вот, понимаете, соотнесенность каждого дня нашей жизни обусловлена тем, что в евритме есть моменты, когда мы присоединяемся к этим Серафимам, когда мы присоединяемся к их пению «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ну и, кроме того, Исаия говорит о том, что поколебались верхи врат от глаз о восклицающих, и дом наполнился курениями. Вот, таким образом, он свидетельствует, что еще, вероятно, множество самых разных существ и люди тоже восклицают и воспевают эту славу Божью. И в этом воспевании есть и хвала, и радость, и благодарность, которую мы приносим, потому что в этой самой песне мы, еще раз повторю, допущены к небесам, допущены к царству Отца Небесного. И, наконец, тоже еще чрезвычайно важно заметить, что это в самом деле голос великой радости, песнь великой радости о том, что вот эту свою святость, свет, любовь, чистоту, радость, полноту Бог не оставил себе одному, но открывает ее творение и делится этим с нами. Вот, собственно, это, наверное, и делает это таким определяющим, этот текст, что эта радость призвана проникать до самых глубин нашей личности и нашей жизни. Когда бы все было так просто? Исайя, в отличие от многих других, человек чрезвычайно трезвомыслящий. И вот поэтому для нас так важен пятый стих, где вот мы читаем, а что с ним происходит, когда он видит это потрясающее, невероятной красоты и сияния, видение. И вот Исайя говорит, горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. По мнению, даже нельзя назвать поверьем, по убежденности людей той эпохи, человеку невозможно увидеть Бога и не умереть. Только, может быть, Моисей и то в покрывале мог видеть Бога лицом к лицу, но для человека несовершенного эта встреча, это видение невозможны. Во-первых, Исайя говорит так о себе. Это я должен умереть, потому что я видел Бога. Во-вторых, это относится, конечно, к любому грешному человеку. И библейская культура с момента откровения пророка Исаии, в общем, исходит из имплицитного предположения, что в самом деле, как Исаии и пишет, невозможно грешному человеку увидеть Бога и не умереть. Это страшная встреча, это смерть, это гарантированная гибель, потому что пламя Божьей святости, свет Божьей святости выжигает нашу нечистоту, как солому. Это то, как видят встречу с Богом практически все библейские авторы, ветхозаветные. Поэтому так поразительно и так иногда противоречиво то, что они говорят о Христе, о том, что Бог приблизится к этому миру, приблизится Царство Божье. Потому так невозможно для пророков сказать о воплощении, даже помыслить об этом. Потому так шокирует апостолов, скажем, когда Христос говорит, я и Отец одно. когда Христос говорит о том, что приблизилось Царство Небесное, имея в виду, что вот оно уже здесь, а не там где-то на 3 сантиметра ближе, чем 100 лет назад. Понимаете? Вот потому что эта встреча невозможна. Для грешного человека встреча со святостью Божьей воспламеняет. И поэтому, собственно, еще рождается понимание у самых разных людей, что для того, чтобы это было возможно, вообще необходимо, чтобы Бог умолил себя. Поэтому и говорит, скажем, апостол Павел об умолении, о кенозисе, что если бы мы увидели Бога не умолившимся, не пригасившим этот пламень своей святости, то мы бы вспыхнули и исчезли. Глаза мои видели царя Господа Саваофа, «А я нечист», значит, это вот неизбежно должно привести к гибели. Но дальше Исаия свидетельствует о том, что при всем том он же не погиб. Он же не погиб. Потому что, оказывается, воля Бога и, главное, призвание Бога могут тебя защитить от этой неминуемой абсолютно участи. Дальше он говорит о том, что один из Серафимов, ну, все мы читали Пушкина, все мы представляем себе зрительно эту картину. Один из Серафимов берет клещами жертвенника горящий уголь, прикасается к языку. Вот это коснулось уст твоих. Восстань, пророк, и виште в нем ли. «Беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». Ну вот, это происходит, тоже обратите внимание, очень важная для Священного Писания, для Библии, для веры христиан, важная идея. Это очищение происходит не только и не столько, потому, что нам, как Исаии, это по каким-то причинам нужно, чтобы выжить. Нет, такова воля Бога. Это Бог очищает нас. Это Бог, как раскаленным углем, выжигает вот всю ту нечистоту, о которой говорит пророк. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание, что если мы просто представим себе хотя бы немного раскаленный уголь на языке, это вовсе не приятное поглаживание. Это страшно больно. Это действительно, реально существующую нечистоту вот такая встреча с Богом выжигает, но воля Бога в том, чтобы мы очистились и были перед Ним живы. И весь этот фрагмент шестой главы заканчивается поразительными совершенно словами, которые Исаия слышит от самого Бога. Все предыдущее было либо словами самого Исаии, либо песню, которую воспевают Серафимы. Что же говорит Бог? Вот в этот момент, когда пред престолом его восхищаемый духом появляется человек, слышит и участвует в этой песне хвалы, ангелы горящим углем очищают его уста, чтобы действительно мог человек в этой песне хвалы участвовать. Что Бог ему говорит? Потрясающие совершенно слова. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Вот это, собственно, слова призвания. Причем, обратите внимание, что Бог не говорит Исаии, Исаия по-другому совершенно рассказывает, Бог не говорит Исаии, «Так, вот ты, ну-ка возьми то, все, пятое, десятое, пойдешь, куда я тебе скажу». Ну, при том, что Бог имеет право распоряжаться. На то и Бог. Но Исаия свидетельствует о неожиданной для него самого и поэтому неожиданной и важной для читателя тоже вещи. Он говорит, Бог спрашивает, Бог именно призывает, кто для меня пойдет, кого мне послать. И нужно, чтобы пророк в этот момент откликнулся. Иначе ничего не выйдет. И это тоже грандиозная по своей важности картина. Понимаете, в жизни так происходит все время. Каждому человеку Бог обращается с подобными словами. «Согласишься ли ты пойти для меня? Согласишься ли ты сделать то, для чего я тебя призвал к жизни и предназначил? Потому что если нет, то это не будет сделано. Если никто не пойдет для Бога и некого ему будет послать, это не будет сделано, не будет исполнено. Это некому исполнить, кроме призванных Богом людей. И потому жизнь вокруг нас вот такая, какая она есть, жестокая, ничтожная и нелепая и трагичная, что в огромном количестве случаев мы вообще игнорируем это Божье призвание. Вообще игнорируем. Ну вот последствия не заставляют себя ждать. Исаия же на эти слова Бога говорит, вот я, пошли меня, вот у тебя есть я, пошли меня. И заключительные несколько стихов шестой главы содержат собственно поручения, поручения и пророчества, которые Бог дает Исаия. Вот смотрите, он говорит, пойди и скажи этому народу, тому народу, среди которого живет Исаия, у вас уши есть, а вы ничего не слышите. Пойди и скажи им, что вы глазами будете смотреть и ничего не увидите, ничего не поймете, не узрит очами, не услышит, ушами не уразумеют сердцем. Почему? Потому что огрубело сердце этих людей, ваше сердце огрубело, для вас невозможно, говорит Бог, меня услышать, невозможно, и вы не обратитесь ко мне за исцелением, именно потому, что огрубелое сердце не дает вам возможности увидеть и услышать правду Божью. Часто люди смущают эти слова, часто нам кажется, что как-то Бог несправедлив, что Бог говорит, прячется от людей, говорит, ничего вы не увидите, не услышите, не обратитесь, и как будто он специально так делает, закрывает глаза у людей, чтобы они его не увидели, нет, нет, о другом речь идет, о том, что огрубелое сердце этого народа предопределяет то, что они будут смотреть и не увидят, будут слушать и не услышат, и именно это место совершенно аналогичным образом, в совершенно аналогичном смысле цитирует в Евангелии Господь Иисус Христос, говоря, что вот в притчах, потому они, потому что они не могут воспринять по-другому, это не какая-то вредность Бога или злокозненность, а огрубение нашего сердца делает нас неспособными обратиться к Богу за исцелением. Ну и наконец еще одна заключительная часть этого разговора пророчества собственно, где Бог говорит о том, что этот народ стремится к гибели, идет к гибели и останется от него только маленький кусочек корня, как вот теревинфы или дуба, когда они срублены, остается корень их, маленький, скрытый в земле незаметный корень. Вот Бог говорит пророку, пойди и скажи этим людям, что огрубение их сердца делает для них невозможным обратиться к Богу за исцелением, а Бог не нарушает чужую свободу. И пока люди не откликнутся ему, значит это действие Бога не станет возможным. Но Господь говорит о некотором святом семени, святом семени, зерне, которое станет надеждой Израиля, которое станет вот таким сокрытым, спрятанным и чрезвычайно малым корнем возрождения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok